Ричи, удобно тебе? Удобно лежать? Развалился. Эй! У нас выглянуло солнышко. На улице очень холодно, с утра было минус один. Эх, кто спать не давал? Пришел в полно-седьмого, залез на меня и сидел. А теперь он, конечно, спит. Я сегодня выходная, два дня потом работаю, завтра, послезавтра, поэтому решила приготовить утку, чтобы моим было что покушать. На вечер у нас сегодня там есть что поесть, еще доедим и вот будет утка. Обычно я ее и так не готовлю, готовлю я ее в рукаве, в духовке запекаю, но решила сразу разделать порционы на кусочки, обжариваю с двух сторон, потом залью водой и оставлю где-то пшица, не знаю, часа на полтора, может, ну, посмотрю. Я купила крышку для этой сковородки, заляпала уже крышку, не суть, я же готовлю. Крышку покупала магнит-косметик, вообще бюджетная, сто с чем-то рублей, 28 диаметров, так как сковородка продавалась без крышки. Спрашивали, что за бренд, бренд Home Club, бренд сковородки я имею в виду. Довольно одна из моих любимых теперь сковородок, потому что она вместительная, огромная, в общем, легко все побросал сюда и пусть тушится, жарится, парится, не заморачиваюсь. Еще отварю, наверное, пюре, приготовлю и будет утка с картофельным пюре. Отвезла Макса на ДОП-занятия, что-то сегодня немного расстроены, уже подустал конец года, слишком большая нагрузка в школе, плюс дополнительные занятия. Но подготовка к экзаменам, увы, такая. Нужно готовиться заранее, чтобы потом хорошо сдать экзамены. У нас начался дождик, я тут машину припарковала там возле университета. Муж говорит, поехали со мной по работе, поездишь немного, потом отвезет меня к машине, и я заберу Макса. Муж стоит, смотрит на меня, пока я записываю видео. Проходите! Завтра мне на работу, если честно, вы не представляете, как мне неохота, потому что я посмотрела по приложению, слишком большое количество товара, увеличилось количество ячеек, когда я приходила работать, их было меньше. Товар не забирают, соответственно, товар приезжает новый, старый лежит, все накапливается. Очень сложно, ячеек не хватает, нужно... Тебя не видно? Обидно? Нужно новые ячейки, новые стеллажи ставить. Забирайте товары, кто заказывает. Я так обращаюсь, блин, как будто ко всем. Да, мне даже был такой момент на работе, пришла девушка, она прям залетела и сказала, скажите, пожалуйста, что вы мой товар не вернули, вчера был последний срок хранения. А нельзя ли увеличить срок хранения? Я говорю, девушка, так и так две недели хранится товар, куда же еще больше-то увеличивать срок хранения? Перед Новым Годом, да, говорят так. Ну, ничего, потерпим. Осталось до Нового Года чуть-чуть, потом, надеюсь, будет немного полегче. Не знаю, будет видно или нет. Я забрала Макса, забежала сейчас в Альберис и забрала вот такие разгружающие мозоли. Ой, господи, что я говорю. В общем, пластыри разгрузочные для сухой мозоли. Несмотря на то, что я удаляла сухую мозоль, она периодически все равно появляется, потому что я впервые на работе ходила в обуви, сейчас я в тапочках хожу. Хочу сказать, что здесь очень много, я не знаю даже сколько штук, 200 чем-то рублей. Мы до этого покупали одну пластинку за 600. Представляете, какая разница в цене? Вот только что заказала. Очень захотелось блинчиков. Начала делать тесто, разбила три яйца, добавила сахар, масло. Оба, накинулась, у меня нет муки. Была только ржаная. Первый раз делаю блинчики из ржаной муки. Вроде бы все получается отлично. Я обещала как-то показать, как я замешиваю тесто. Я забыла, простите, забыла. По-моему, где-то у меня есть видео. Вот так оно выглядит. Вот такое по консистенции. Жарится второй блинчик. Вроде бы и на запах так ничего. Думаю, будут вкусные. Неважно из какой муки. Прям очень захотелось блинов. У нас ужас как холодно. Ну, по сравнению, конечно, с другими городами и регионами, у нас еще более-менее тепло. Потому что девчонки пишут в телеграм-канал, что минус 45, минус 35, минус 20. Блин, держитесь, девочки. Ты такой дубак. Мне кажется, если я вот когда первый год приехала в Россию, переехала уже жить. И впереди меня ждала зима. И я говорила девочкам на работе, так, если я вовремя не приду на работу, ищите меня. Я, значит, где-то по пути замерзла. Потому что я так боялась этих морозов. Там, где я жила, таких морозов не было вообще. Но тепло всегда было. Ну, я даже не помню, снег. Нет, снег у нас там был. Мы даже на санках катались. Ну, не такое частое явление, наверное, был снег и морозы. Не сравнится с Россией, да. Я еще хочу заехать опять к подруге. Опять к подруге, да. Она сегодня работает. Куплю ей кофе горячий, потому что холодно сегодня. Она там, наверное, мерзнет. Тоже там поговорить хотели. Ну, и в принципе, так ничего. Мне нужно до обеда будет вернуться к Макса приходу. Я с утра уже приготовила кушать. Потушила голени куриные с подливкой. Отварю спагетти на вечер. Капустный салат сделаю с горошком. Ну, и в принципе, ужин готов. На обед у нас там тоже с Максом есть что покушать. Там пюре со мясом. Все. С утра, с утра везла Макса в школу. Села машина вся во льду. Я еле открыла дверь и кое-как прогрела машину. Но доехали до школы нормально. Холодно у нас, в общем, холодно. Субтитры сделал DimaTorzok Заезжала я к знакомой. Она продает вот такие пробнички парфюма. Вот такой и такой. По очень хорошей цене. И я взяла такая дорожная версия. Маленькая совсем. Ну, маленькие они. Взяла бросить в сумку. Вот с этим ароматом я вообще не была знакома. Мне хотелось познакомиться с Амуажем. Неплохой. Вот я сейчас открыла, понюхала. Классно пахнет. Свежий такой аромат. Как будто унисекс, как мне показалось. Фиг его знает. Этот еще не вскрыла. Ну, так, бросить в сумку, чтобы было, как говорится. Да, чтобы было. Серьезно, я прикалываюсь. Так, сейчас я его открою. Ужасный туман у нас. Просто ужасный. Туманный альбион какой-то. Интересно. А, вот, открыла. Сейчас, посмотрите, в окне реально туман. Мне, по-моему, там закрыл мужчина какой-то сзади. Мне сейчас выезжать. Любят вот они закрывать. Вот такой. Ой, что-то этот как-то не очень. Давайте. Так, короче. Вот этот брызг на это запястье. О, нет. Ммм, такой сладенький аромат. Приятный, но не приторно сладкий. Этот на правую. Нужно задохнуться. Два мини-формата. Вообще бюджетные, бюджетные. Чисто так она по закупочной цене мне отдала. Короче, бросаю в сумку. О, блин, я сейчас сама в этом запахе где-то снизу здесь. Так, это несет. И сюда. Это-то сюда. Я поехала. Дяденька, ты не хочешь меня выпустить, а? Что за привычка? Вот видела же, что я сажусь в машину. Нет, буду стоять. Сейчас буду крутиться. А что делать? Расстегиваемся. Ой. Резко дернула. Ну, пипец. Они вообще все меня закрыли. Да, дядя, двигайся. Что за привычка, блин? Видел же, что я сажусь в машину. Спасибо. Вижу, вижу я тебя. Сигнал вижу. Каждый раз я говорила подруге, тебе что-то сол в голове? Ты ходишь без головного убора. А теперь сама я без головного убора. Я просто недалеко там припарковалась от магазина. Хочу зайти купить кофе. Ближе не было просто парковки. Поэтому пришлось подальше мне припарковаться. Возьму сейчас кофе. Кстати, парфюм. И один, и второй. Классно пахнут. Оба варианта мне нравятся. Один свежий, другой сладкий. Взяла два кофе. Дали вот такую подставочку. И взяла два пирожка с печенью. Какие они у них вкусные. Короче, вот не знаю, вам видно или нет. Они не жареные, а запеченные. И там очень-очень много начинки. Начинки больше, чем тесто. Блин, у нас дубак. Как же мне понравился вот этот аромат. Я сейчас вот нюхаю свою левую руку. Постоянно возле лица так провожу. Я хочу попшикаться этим ароматом. Хотя я другой наносила. Конечно, желательно не на одежду. Ладно, посмотрим, как он себя будет вести. Неплохой такой аромат. Хотя, когда я его в магазине нюхала, мне не очень понравился. Вот говорят же, нужно дать аромату несколько шансов. Бывать, в первый раз он не зайдет. Потом зайдет. Блин, ладно, я приехала очень-очень холодно. Я на месте приехала. Иду с кофе. Она, в принципе, знает, что я должна приехать. Но не знает во сколько. Так, там, по-моему, кто-то. А тебе дверь чинят? Да. Что ты здесь дверь ломаешь? Да. Как дела? На, кофе. Твой, который вытек. Ага, это больше не будет. Так, перышки. Я тебе, как это, знаешь, в больницу проведу. Забрала Макса со школы. Приехали, потому что такая противная погода. Моросит, типа, дождик и не дождик. Короче, непонятно, что. Я пока была на машине. Позвонила, забрала Макса. Заехала в магнит-косметик. Купила себе вот такие румяшки. Они, кажется, темнее, чем на самом деле. Мои закончились. Которые я использовала, ну, вместо теней. Так, хотела... Ой. Чуть не уронила. Хотела открыть, показать вам сводч. Ладно. Накрашусь. Потом покажу какой-то оттенок. У меня есть тени, которые мне дарила страна. Там нету все равно такого оттенка, который мне нужен был. Этот что-то более-менее похож, приближенный к тому оттенку, который у меня был, который я использовала. Но все равно не такой. Но наносится. Я попробовала в магазине. Очень мягко наносится. Понравилось мне. И, конечно же, рубрика жалоба. Одну жалобу в этот раз на пешеходов. Обычно жалуюсь на водителей. Это на пешеходов. Пешеходы. Хочется обратиться к вам. Я сама пешеход, когда не за рулем, и была пешеходом, пока не водила машину. Когда вас пропускает водитель по зебре, вы переходите. Будьте так добры. Не надо вот в это время что-то писать в телефоне или прослушивать. Просто пропускала женщину. Она идет что-то там в телефоне и пишет. Ну, блин, пройди ты, пока тебя пропускают. И, пожалуйста, пиши там сколько хочешь. Я сама. Если даже я там разговариваю по телефону, сколько раз было с мамой, например, с подругой. Мне нужно переходить. Я говорю, подожди. Просто отпускаю, ну, убираю телефон, быстренько перебегаю. И потом продолжаю дальше разговаривать. Как бы нужно, я вообще считаю, нужно как-то уважительно относиться водители к пешеходам, пешеходы к водителям между собой, чтобы у водителей тоже было какое-то уважение на дорогах. Его, к сожалению, нету. Ну, как встречаются такие, которые вообще забили на все, остановились посередине, не включают поворотники, цари дорог, ездят как умеют и как хотят. Да, такое, увы, тоже встречается. Мы сейчас с Макса будем обедать, кушать. И что? И, в принципе, так, может, какими-то домашними делами позанимаюсь. Завтра у меня еще один выходной, второй. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте. Буду отвечать. Подписывайтесь на телеграм-канал. У нас там бывает весело, бывает не очень. По-разному бывает. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо всем тем, кто пишет комментарии. И спасибо всем тем, кто не пишет комментарии. Но я знаю, что вы меня смотрите. Спасибо за ваши лайки. Всем-всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. До новых встреч и всем пока-пока.